Милость Аллаха Если Аллах пожелает, то Он их всех простит. Для Аллаха никакой трудности это не составит, потому что Его милость безгранична. Вот какой мы грех можем придумать, он все равно будет иметь границы. Но милость Всевышнего Аллаха настолько безгранична, что это милость Аллаха даже может простить те грехи, которые мы внутренне будем считать, что они никогда не простят. И поэтому Всевышний сказал, не отчаивайтесь от милости Аллаха. Если кто-то совершил что-то плохое, то пусть он раскается. И вот это раскаяние и есть тауба. Что такое тауба? Тауба значит возвращаться постоянно. То есть что-то сделал, к Аллаху возвратился. Что-то не то сделал, опять к Аллаху возвратился. И постоянно у него просить прощения. Грехов очень много бывает, которых мы совершаем. Соответственно, грешников тоже очень большое количество. Есть люди, которые грешат, но они знают, что это грех, но все равно продолжают грешить. И как нормальное дело, приходят домой, кушают, спят, на утро встают и опять то же самое. Есть люди, которые грешат, но не знают, что это грех. Даже не подозревают об этом. Есть люди, которые совершают грехи, но потом, придя домой, они искренне раскаиваются в том, что насадеяли. И просят искренне у Всевышнего Аллаха прощения. И, наконец, есть грехи, которые совершают люди, зная, что это грехи, зная, что надо раскаиваться, и продолжают совершать их, не задумываясь даже о раскаянии. Они знают, да, это плохо. Они знают, что за это они попадут в ад. Что за это очень большое наказание, но все равно продолжают стоять на этом. Например, в Хоране говорится, да, что многие из священников христианских, они знают, что Мухаммад, саллаллаху и вассалям, является истинным пророком Всевышнего Аллаха. Но по каким-то причинам они не могут это сказать. То есть продолжают настаивать на том, что Мухаммад – это человек, который все измыслил, все выдумал, и не является пророком, не является святым, даже близким не является к Всевышним. Он самозванец, там кто угодно, еретик, но никак не пророк. И поэтому грешников тоже бывает очень много. Но мусульмане, грешники, отличаются от других тем, что после того, как они совершают грех, они в нем раскаиваются. И это отличие, которое есть у искренних мусульман. У кого нет чувства осознания греха и чувства раскаяния за содеянного, то ему очень надо сильно позаботиться и задуматься о состоянии его има. Потому что это первый признак того, что с Аллахом связь уже потеряна. И каждый уже, когда предоставлен своим, скажем так, мыслям, темным, своим желаниям, страстям, и не задумывается вообще о последствиях содеянного, не то, что в этом мире, даже в Ахриде, он становится, скажем так, из числа тех, на которого в первую очередь будет обращено, не дай Аллах, и пусть он у нас всех оберегет от этого, наказание Всевышнего Аллаха. Тауба – это такое деяние, которое вот в хадисах пророка, саллаху али-васалям, очень часто встречается, что мусульмане должны делать тауб. И хадисы очень такие разные. Просто когда читаешь, диву даешься. Какова сила тауба? То есть искреннее раскаяние, как оно может повлиять на нашу жизнь и на нашу будущую судьбу. Есть очень известный хадис, в котором пророк, саллаху али-васалям, говорит, что Всевышний Аллах радуется, если его раб совершает покаяние. Как он радуется? Он, говорит, радуется так же, подобно человеку, который в пустыне, потеряв свое единственное животное, на котором была вся его провизия, вода, еда, то, на чем он спит, да, нашли. И убежала, да, его эта лошадь или верблюд, и он остался в пустыне один. И, говорит, ищет, ищет, там ничего, кроме барханов песчаных, ничего нет. И в этой пустыне, когда он обратно увидит и находит свою лошадь или верблюда, на котором вся его еда, питье, весь его, скажем так, все его оснащения, да, которые с ним есть, и его радость, Субхану Аталя, она приравнивается к радости этого человека. То есть, когда человек видит это, тогда что он делает? Он уже, потеряв какую-то веру в свою свободу, то есть, потеряв какую-либо веру в то, что он будет жить дальше, не надеясь ни на что, уже сел, отчаялся, и когда приходит это животное, он прямо у него второе дыхание открывается, и он радуется. Точно так же, говорит, Всевышний Аллах радуется, когда мы, его рабы, грешные, делаем тауба, искренне раскаиваемся. И когда мы делаем это, то Всевышний Аллах, Субхану Аталя, радуется. И поэтому, само по себе, тауба – это такое очень легкое из деяний, которое очень сильно нравится Всевышнему Аллаху. То есть, если для намаза нам надо брать омовение, да, вставать, направившись к Гибли, то тауба мы можем делать лёжа, даже без дареда. То есть, никаких особых требований к этому не надо, я имею в виду внешне. Внутренне, конечно, там есть свои требования, на которых мы чуть позже остановимся. А требования, значит, таковые. В первую очередь, когда человек совершает что-то плохое, и до него доходит, что это плохое, это греховное, то он сразу же должен от этого отстраниться. То есть, если кто-то начал что-то воровать, и он вспомнил, да, или до него каким-либо образом дошло известие, или он понял, что это неправильно, и это есть грех, он сразу же должен остановиться. То есть, не так сейчас вот, докушаю, да, свою свинину, а потом дальше, иншаллах, пойду. Или сейчас до этого человека до конца ограблю там, до конца убью, до конца украду. Нет. Вот где до него дошло это известие, все. Это как во время сахабов, радия Аллаху Тааля Ана. Когда какой-то приказ приходил, они сразу его исполняли. Вот насчет намаза, да, тоже сказали, молитесь в сторону Кыбла. Они сразу развернулись и начали молиться. Никто из них не спрашивал, почему, когда, зачем. И то же самое, если мы узнаем, что это грех, это неправильно, надо же сразу от этого откажаться. И вот этот отказ непосредственно в момент совершения, что я больше, вот то, что я буду делать, я его не буду продолжать. Все. То есть, заканчивать, завершать, это первое требование. Второе требование, это внутреннее сожаление о содеянном. То есть, мы поняли, что это грех, теперь мы должны, для того, чтобы наше раскаяние было принято, и оно было искренним, до нас внутренне, мысленно должно дойти то, что мы согрешили. И вот это раскаяние о том, что мы сделали, является необходимым условием. Может, кто-то может, кто-то не может. Вот большинство из нас, наверное, в нашем мире сейчас, при нашем уровне имана, очень трудно. Это такой надо истекамат иметь. И волю. Наш Стас один рассказывал, что вот к нему пришел один человек, говорит, вот у меня такой бизнес, он дозволенный или не дозволенный? Ну, Стас начал, говорит, я ему начал объяснить. Ну, да, вот если вы потихоньку можете его бросить. Ну, обычно, как мы говорим. Он говорит, я не спрашиваю, я спрашиваю конкретно, дозволен или нет. Он говорит, ну, не дозволен. Он говорит, все, тогда я бросил. Это, аль-хамдул-ля, как говорится, высший пилотаж. Если у нас хватит талакаля на то, что вот на эти, там, некоррупционные деньги, на 70 тысяч зарплату мы как-нибудь проживем со всей нашей семьей, аль-хамдул-ля, Аллах где-то в другом месте, может, нам риск даст. И с таким яхином будем дальше жить, то, иншалла, Аллах облегчит. Но этот мир испытаний, и поэтому, аль-хамдул-ля, во время пророка, саллаху али-салям, сахабы тоже много чего лишались, многих прелестей этой жизни. И, может быть, поэтому их имена написаны в истории ислама золотыми буквами. Все отдавали, да? Вы знаете, когда хиджрат была, то Абубакр, радия Аллаху Таалан, что сказал? Все я принес. Даже вот искал, там, иголка не завалялась, иголку с ниткой все собрал, все ради Аллаха. Все. Но у нас, к сожалению, такого имена, может, у кого-то есть, но у меня точно его нет. Почему? Потому что мы не стараемся так, как старались сахабы, радия Аллаху. Избегать этих грехов, и в случае совершения этих грехов, делать талбой. И поэтому, даже если мы совершаем этот грех, то надо сразу делать талбой. Почему? Потому что Всевышний Аллах, Субхануа Таалла, в одном аяте сказал, что Аллах, Он прощает наши грехи. Но, если мы будем их постоянно делать, тогда Он не простит. Если кто-то думает, что этот грех является грехом, знает это, и продолжает настойчиво его дальше совершать, с постоянством, не прося прощения у Всевышнего Аллаха, то значит, что Он уже стал, скажем так, к этим грехам, иммуноустойчивым. На Него уже ничего не действует, Он продолжает делать, 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 и никакого раскаяния, у Него в сердце даже запаха нет. И поэтому, кто вот так вот постоянно делает грехи, то, говорит, Аллах их не простит. А тот, кто совершил грехи и попросил прощения у Всевышнего Аллаха, то, как говорит пророк, саллаху али-васалям, то он не считается из числа тех, кто постоянствовал в совершении греха. То есть, два разных человека, да, могут они один и тот же грех делать, но один после каждого совершения греха, говорит, «О Аллах, прости меня». Вот нет у меня другой работы, у нас вот в ауле только одна работа, и там приходится это делать. Лучшую работу, пожалуйста, дай, но пока другой нет, эту приходится делать, а там приходится делать это. Есть второй человек, который то же самое делает, в том же ауле, он приходит домой и говорит, «Все, я поел, поспал, завтра опять на эту же работу». У него вообще нету чувства осознания этого греха. И разница между этими двумя, как небо и земля. Почему? Потому что про первого пророк, саллаллаху алейкум ассалям, что сказал? Тот, кто делает тауба, просит у Аллаха прощения, истихвар, то он не будет причислен к тем, кто постоянствует в грехе. Хотя и тот, и тот, каждый день совершает грех. Но этот делает тауба, а этот не делает. Поэтому сила тауба очень мощная. Этот хадис был передан имамом Абу-Даудом, рахматуллаху алейкум. И вот, когда его слушаешь, очень поражаешь. Вы знаете, да, что есть разные течения в исламе. И были такие, которые говорили, кто сказал, «Ля иллах ли Аллах», Мухаммад, Расуллах, «Все». И просто тауба делает каждый день. И намаз пусть не читает, и водку пусть пьют. Но, аль-хамдуллах, эта религия наша, это одна единственная из тех религий в мире, в которой все продумано. То есть везде есть баланс. Из крайности в крайность никого не бросает. И поэтому тауба – это такой инструмент, который нам постоянно нужен. Если мы постоянно будем делать истихвар, я видел таких людей, аль-хамдуллах, посещливилось, которые или истихвар делают, или шукар делают. Вот у них уже привычка вошла, что им хорошее сделали, аль-хамдуллах. Что им плохое сделали, астагфируллах. Даже если плохое не сделали, тоже астагфируллах за то, что хорошее не сделали. Таких людей очень мало. Поэтому, почему говорят, если вы посидите с такими людьми полчаса, это даже может лучше, чем год вы будете перед интернетом сидеть и лекции какие-то слушать. Потому что это руханьят, то есть все, которое от сердца к сердцу айлим передается. От послания к Аллаху, ас-саламу, к его сахабам, к табиринам и так до наших дней дошло. Когда с этими большими людьми будешь сидеть, просто хадисы слушать, вазы, тоже сердце само по себе, оно от плохого устраняется. И поэтому говорили, пусть ваши сердца будут привязаны к таким людям. Если их нет, то надо их искать, надо их находить. Вот эти грехи, которые мы совершаем, только один способ от них, скажем так, избавиться. Это истихфар. Постоянно надо просить у Аллаха Всевышнего прощения. Если кто-то, говорит, не может бросить какой-то грех, то надо у Всевышнего Аллаха просить. Почему? В смысле прощения. Говорит, потому что Аллах сказал, что его любовь больше чем наша мать любит нас, то есть свое дитя. Там 70 раз очень много ревоят, да? Но если подумать, вот ребенок маленький, ему мать говорит, все, балам, в школу иди обратно, никуда не иди. Потом возвращается, смотрит ее там, сын стоит, курит уже. О-хо-хо, началось. Все, пришел домой и допрос, где взял, откуда взял, с кем ходишь, почему. И он что говорит? Все, мама, я больше не буду. Вот честное слово, извини, пожалуйста. Ошибся, больше не повторится. Все. И мать растаяла. Ладно, все было. Ну, со всеми бывает. Или второй вариант. Он приходит, ну и что? Все курят, и что ты мне сделаешь, да? То есть, один и тот же грех, один и тот же ребенок, но два вида поведения. Если мать простила его за это, то Аллах, который любит нас больше, чем наша мать, он тоже простит. Этот грех не только там курение касается, любое деяние, которое было бы, мать готова простить. Потому что сердце матери, это океан, которым любой грех может утонуть. Если вы посмотрите людей, которых вот судят за тяжкие преступления, там, 20 лет, 30 лет, мать все равно сидит и ждет его. Когда ему эти 20 лет, ему передачи таскает, там, может, мечеть приходит, в Аллах, два делает, просит. То есть, все от него отвернулись, но мать не отворачивается. пусть он маньяк будет, 20 человек пусть он убьет, 40 пусть изнасилует, но все равно мать его будет ждать. И Аллах, сухану атааля, его милость и милосердие, оно тоже бесконечное. И он больше, чем мать даже, готов принять наши тауба и наши раскаяния. И он даже радуется, говорит, от этого. Мать может и не обрадоваться, там, скривяя зубами, все равно простит. Но Аллах, сухану атааля, он радуется от того, что мы делаем тауба. И поэтому тауба надо делать постоянно. Пророк, салаллаху али-васалям, в одном хадисе, который был передан имаму Ибн Маджои, рахматуллаху алейх, пусть он не совсем уж достоверный, но очень известный хадис, в котором пророк, салаллаху али-васалям, говорит, оттайбу мина замби кама аля замбаляу. Тот, кто кается искренне, в своих грехах, он подобен тому человеку, на котором этого греха и не было. То есть, он не становится сто процентов, но он становится подобным тому. И поэтому, если искренне раскаянь, с теми пунктами, которые мы обозначили, да, то есть, отстранение от этого греха, сразу, да, остановить его в момент совершения, потом искреннее раскаяние в том, что мы уже содеяли, и искреннее внутри, да, желание, что мы к этому больше не вернемся. это обязательное условие того. И при их наличии, иншаллах, если мы у Всевышнего Аллаха субхану ва-та-алла попросим прощения, сделаем искренний стихфар нашему сердцу, и каждый раз будем это делать, тогда, аль-хамду-ли-ля, иншаллах, мы должны быть уверены, что Аллах нас простит. А если мы будем стихфар-то делать, простить, не простить, не знаю, так тоже неся. И стихфар он на то и стихфар, что надо просить так, как рыдающий ребенок. Они уже все готовы отдать для того, чтобы он успокоился. И поэтому Всевышний Аллах, Который больше, чем мать наша любит, если мы будем так же рыдать и днем, и ночью, я не говорю рыдать в смысле плакать там крокодилием истезами, если не получается, не получается. Но рыдать в сердце, рыдать искренне, что мы не можем сделать другого. Аллах, прости, хотя бы, толпа делаем, больше не можем. Если так будем рыдать, иншаллах, то Аллах, субхану ва-та-алла, простит. Но кто может рыдать, крокодилием, пусть рыдает. Кто не может рыдать, пусть хотя бы притворится. Почему? Потому что пророк, саллаху алию истезам, сказал, если не можете плакать, то хотя бы притворитесь. То есть не так да, о Аллах, прости, но чуть-чуть голову склоня и делая вид, что мы плачем. И хотя бы, если у нас в сердце есть искренность, есть люди, которые искренне рассказывают, но у которых слезы не идут и все. Понимаете, да? Для тех надо сделать вид хотя бы, что они рыдают. Но есть люди, которые просто им повод дай и они начинают. Были такие шейхи, у которых имя идет там Абдулла, сын там Абдурахмана и плакса в конце, да, на арабском. Когда начинаешь что значит плакса, да? Начинаешь что, он говорит, что им плохое сделает, потом сразу плачет. Или, говорит, когда Аллаха восхваляет, разом проходит, слово Аллах услышит, там велик, или что он по нему подействует, сразу садится и рыдать начинает. И поэтому такие именно тоже встречаются. Такой-то сын, такой-то плакс. И пусть Аллах нам сделает иншаллах наши сердца мягкими, чтобы мы плакали, чтобы слезы у нас выходили. Нынешние ученые тоже говорят, да? Слезы стримают стресс, как говорится. Стресс в Дуния и стресс в Ахрити. И пусть Аллах сделает нас из тех, кто искренне делает Тауба и из тех, чьи Тауба принимается. Спасибо за внимание. Саламу алейкум وрахматуллах и баракат саламу алейкум саламу алейкум Саламу алейкум